Итак, дорогие друзья, курс 33 мы с вами вот что написали. Мы с вами написали ранжирование, ранжирование. Если мы, допустим, нажимаем на некую запись, количество просмотров мы написали, и ранжирование. То есть, если мы, допустим, начинаем то делать, то переходя потом на страницу ранжирования, где-то я потерял, вот третья, да, у нас все страницы по количеству просмотров ранжирования. Если мы, допустим, откроем страницу там привет, то мы видим, здесь у нас 9 просмотров, понятно, что страница, где она там делась, будет меньше просмотров, здесь 5, а здесь у нас вот root, допустим, тоже 5, да, но наравне стало, да, или там. В общем, и у нас будет выводиться в процессе 10 записей, можно сделать там и 30, и больше, по сути дела, ранжирование. Но на этом вот этот курс мы заканчиваем. Мы с вами создавали социальную сеть. Здесь вы, в принципе, я показывал код дизайн, мы с вами, вы сами должны делать. То есть наша задача была, чтобы можно было подписаться на человека, поставить лайк. Мы использовали джукерри, мы использовали технологии Аякса. Мы передавали данные при помощи этого. Передавали данные при помощи Джейсон. По сути дела, опять же говорю, дизайн вы сами делаете. Любой человек мог подписаться, посмотреть, что делает человек, на который он подписался, и у него все события будут вводиться в ленте. То есть, что бы ни делал человек, у него выходится в ленте, и он всегда может перейти на, допустим, что сделал человек, там, добавил новость, да, посмотреть новость. Подписался он на кого-то, и так далее. И в конце концов мы сделали, уже это выходило за наши рамки. Это количество просмотров, да, количество просмотров, которое будет постоянно увеличиваться. И отранжировали. Это уже дополнение. То есть, мы дальше можем писать все, что угодно. Ранжирование по просмотрам, ранжирование по лайкам. В общем, работать и работать. Основная идея, да, еще вот кто подписался, когда лайки, то есть, кто лайкнул, это как ВКонтакте мы делали, выводились фотографии. А дальше можно улучшать, улучшать. Я думаю, что вы улучшите, и у вас будет хорошая основа для написания соцсети на джанго. Если все это красиво оформить, потом еще доделать разных там ранжировщиков. То есть, я постарался убрать все сложное. Делать это практически просто. Просто, потому что мы использовали, говорю, Джанго 2, Аякс, Джукери, Редис. То есть, чтобы это не было как-то очень сложно. Надеюсь, что вы выполняли все домашние задания, и у вас уже есть понимание, как пишут социальные сети. Впереди еще, конечно, надо много изучить. Это асинхронные вещи, это использование джанго-каналов. То есть, и все эти технологии вам помогут украсть, например, ваш сайт, блог, магазин, неважно. В принципе, у вас будет уже понимание принципа, как писать сайт, где пользователи могут общаться, использовать контент. При этом, уже в этом приложении, на этой основе, вы можете написать довольно интересную социальную сеть. Просто мы добавляли приложение контента, вы можете, допустим, добавить приложение файлов, приложение музыки. Вот у вас уже несколько приложений. И уже больше действий для пользователей. Использовать интересные редакторы. Ну, как говорится, придумывай, делай, развивай. Вот, тут же мы писали и пользователей, да, то есть, опять же, если здесь делать красивый десайн, то расположить как погинатор, это были ваши домашние задания, то переходишь на страницу пользования, сразу понятно, что он добавил. Это можно превратить и в стену, как ВКонтакте. Я вам говорил, что просто надо, там, по ходу, когда будете смотреть курс, то это надо, просто мы писали отдельный, а мы могли, допустим, добавить эти строки, года, кода, прямо там, кабинет пользователя. Пока у нас кабинет отдельно, да, мы начинали писать кабинет пользователя, то есть, основные вещи. В общем, моя цель, которую я ставил перед собой, я ее достиг полностью. Именно показать лайки, показать фолловеров, вывод ленты, и показать это действительно в простом варианте, который сможет понять программист среднего уровня, который, в принципе, только освоил Жанга, написал первые сайты, ему, конечно, будет интересно, как пишутся более сложные вещи. И это может стать хорошей основой для дальнейшего развития. А развиваться можно бесконечно. Пусть будет эта платформа, то есть, ваши сайты станут интересными. А потом говорю, рекомендую выполнить, как домашнее задание, в таком же порядке практически добавить свои приложения. У кого-то это будут файлы, говорю, у кого-то это будет с музыкой. Ну, в зависимости от того, что вы будете делать. А потом уже перейти на примеры редис, которые мы рассматривали, количество просмотров. Уже ранжирование придумывайте, допустим, по количеству кликов. Ну, придумывайте что-то. Для тех, кто начал только изучение Python-Jango, начинать надо с сайта spb-retout.ru. Ссылка на сайт в описании видео. Получаете пожизненный доступ, начинаете заниматься. Здесь вы освоите начальный уровень Python. Вы выйдете на средний уровень Django. И будет ссылка на и эти курсы. Да, эти курсы уже продолжение. Еще раз напоминаю, дизайн я не делал. Да, мы тут делали создание записей, редактирование, удаление. Ну, конечно, все мы это делали. Много чего делали. Вообще, ребят, получилось 33 курса. В среднем по 7 уроков. Да, ну я где-то 10, где-то 5, где-то 11, где-то 6. Ну, я говорю, в среднем по 7 уроков. 7-8. 33 курса умножить на 7, ну я говорю примерно. Ну, получился где-то 231 урок. По сути дела, мы это немало согласен уроков, но тем не менее, это позволило рассмотреть материал довольно подробно. Хотя у вас там куча домашних заданий, можно написать целую книгу, да. Все, спасибо, ребята. Занимайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok